Привет, друзья! Если будете писать такие фантастические рассказики, навылки, ну не просто фантазии, а такие вот на воображение, на развитие. Ну, например, вот я видел, когда мы с дамой разговаривали, к ней подбежала собака, села рядом. Мы говорим по интернету, и собака смотрит на меня. Я так удивился, и собака делает вот так, а потом другая, у неё две собаки. Я вдруг подумал, слушайте, какие удивительные собаки, как они, наверное, всё понимают. Ну, стал как бы невольно экстраполировать себя, как человек, смотря, как она кивает, собака, думая, что она понимает, что я говорю. И у меня родилось вот это маленькое произведение, которое я сейчас скажу. Люди, которые рождаются собаками, ну, имеется в виду, если человек вдруг родился собакой, то он сразу умирает от разрыва сердца, потому что он не может вынести того, что он не умеет разговаривать, и кроме того, как скулить, рычать, лаять. И он не умеет выразить мысли, и он не умеет общаться. Я родился собакой, но мне повезло, потому что я заметил, что и люди тоже не слышат друг друга. Им кажется, что они общаются, но каждый общается сам собой. Правда, есть люди, которые хорошо поют и танцуют. Но почему-то странно там. Дама, эта женщина, она делает такие движения, более мягкие, чем мужчина, который делает такие движения. И всё это весьма странно. Но это меня спасло, и у меня не было разрыва сердца. Потому что, оказывается, можно жить, делать вот такие движения, как женщина или как мужчина, петь, и вовсе не слышать друг друга. Значит, искусство является средством общения, подумал я. Поэтому рисую картину. Но это маленькая довелка. Развивайте так своё воображение, друзья. Пишите маленькие рассказы, такие необычные, необычные. И будет происходить развитие творческого сознания, развитие творческой личности. Я и Богу. Попробуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok